Уважаемый Владимир Владимирович, я Алексей Нечаев, основатель и руководитель российской научно-производственной компании Фаберлик. Эту неделю мы занимались тем, что переводили часть наших производственных мощностей на производство санитарайзера для рук, такое очищающее средство. И со следующей недели начинаем выпуск полтора, примерно миллиона тюбиков в неделю и готовы выпускать его столько времени, сколько понадобится. Первую партию отдаем оперативному штабу по борьбе с коронавирусом безвозмездным. С чем мы столкнулись? С тем, что в обычном порядке регистрация сертификации этого средства занимает от трех до шести месяцев в Роспотребнадзоре. Благодаря помощи вашей администрации мы этот срок сократили, я надеюсь, до двух недель. И дело не в том, что Роспотребнадзор не хочет это делать, а у них тоже есть нормативная база, которая себя отклоняется. И очень надеюсь, что мы к 6 апреля начнем их уже не только произойти, но и пустим в обороты, отдадим штабу. Отсюда у меня два предложения. Первое. Мы видим, что ситуация обычная и ситуация чрезвычайная, они разные, требуют разной скорости реагирования. В некоторых странах, в Штатах с 20 марта, в Германии с 24 марта вели упрощенный порядок, такой либерализовали этот процесс. Ты подаешь документы и одновременно уже можешь пускать в оборот эти продукты. Наверное, такое время требует чуть других решений. И второе предложение уже более общее. Может быть, нам в целом системно стоит посмотреть и сделать неразрешительный порядок сертификации, а, например, уведомительный или заявительный. В этой ситуации, когда сейчас с коронавирусом, все люди показывают, кто что стоит, и компании, и предприниматели, и государственные службы. И мы видим, что предприниматели делают ставку своими компаниями, своим делом, своей репутацией. Я очень надеюсь, что нет людей, которые хотят что-то вредное делать. И проверка, она всем проверка. Помните, сколько людей у нас отравилось спиртом? Конечно. Технически. Конечно, мы все это знаем, да. Поэтому к этим вопросам нужно подходить очень аккуратно. Но то, что точно нужно сделать, это ускорить, упростить и ускорить решение вопросов подобного рода. Для того, чтобы нужный сегодня товар доходил как можно быстрее до потребителей. Не только для штаба, а для граждан страны, для медицинских учреждений и так далее. Это точно совершенно это сделать, и мы постараемся это реализовать. Вы правы абсолютно, но контроль все-таки должен быть. Заявительные принципы на такие вещи, на мой взгляд, немножко опасны. Заявительные совсем. Но понять на что. На некоторые продукты, наверное, можно и заявить. На некоторые продукты, конечно. Там очень простые формулы, много лет известные. Очень хочется, чтобы страна, конечно, вышла из этой всей ситуации сильнее. Понятно. Они крайне востребаны. Вам спасибо за то, что Вы так оперативно перестраиваете производство. Ну, и вообще, во-первых, это рынок сегодня требует. Думаю, что Вам пойдет с экономической точки зрения на пользу. Но и то, что Вы так оперативно реагируете, здорово. Давайте посмотрим. То, что можно, по заявительному принципу, наверное, можно на это перейти. Но в любом случае нужно ускорить и упростить этот порядок. Владимир, мы там невыгоды ищем, потому что сейчас вот эти средства стоят 20 миллилитров, 400 рублей, 600 рублей. Мы хотим упустить 50 миллилитров, это будет стоить там меньше 100 рублей. Я понимаю. От объема зависит, я понимаю. Да, да, да. Спасибо. Согласен. Пожалуйста, сейчас, у нас кончик. Сейчас. Спасибо.